Продолжение следует... Только после скандалов и митингов теперь появилось дополнительное время для ее тестирования и адаптации для людей с особыми потребностями. По словам председателя социальной комиссии, они усердно работали все лето и продолжают до сих пор. Тем более, что задача не только в том, чтобы подготовить человеческий закон, но сделать и переделать работу некоторых министерств. Так что теперь звучат уже совсем новые тексты. Все стороны согласны с предложением, чтобы касса по безработице компенсировала дополнительные расходы, связанные с посещением врача. Если кассе требуется мнение специалиста относительно трудоспособности человека, расхода на специальный транспорт и сурдопереводчика. Все стороны считают также важным, чтобы работоспособность человека оценивал соответствующий специалист кассы по безработице, поскольку не все работники кассы являются экспертами в области инвалидности и заболеваний. К тому же важно, чтобы не нужно было обращаться в несколько инстанций, а все документы можно было бы передать в одну. Три партии – социал-демократическая, Центристская, Партия реформ, а также Эстонская палата людей с ограниченными возможностями здоровья – внесли предложение повысить границу дохода, начиная с которого пособие по нетрудоспособности для особенных работников будет уменьшаться. Если у людей с ограниченной трудоспособностью вначале планировалось частично уменьшать пособие, начиная с месячного дохода в 641 евро, то, согласно предложению о поправках, пособие будет уменьшаться, начиная с зарплаты в 960 евро. С заработными платами еще очень много нюансов предстоит обсудить. Например, если человек получает и отпускные, и зарплату вместе, то его могут лишить пособия, а если деньги будут перечислены отдельно, то пособие сохранится. Очень много вопросов и предложений относительно работы для людей с ограниченными возможностями – транспортом и прочего. Завтра комиссия по социальным делам продолжит обсуждение поправок к проекту закона вместе с представителями профсоюзов, организаций, оказывающих специальные попечительские услуги, объединение судей, государственной прокуратуры и представительского объединения пациентов. Действительно, работы как чиновникам, так и членам комиссии предстоит немало, ведь до 2016 года все должно быть готово. Времени мало, тем более с учетом всех предыдущих промашек с нынешним законопроектом. Впрочем, если пока часть вопросов и предложений осталась без внимания, рано выходить на очередной митинг. Стоит подождать до сентября, когда огласят очередные итоги обсуждений и встреч со специалистами.